Мы продолжаем выпуск. Жильцы новостройки против соседства с собачьим приютом и выживают псов. Подкидывают яд, натрабливают докхантеров. Дом, где сейчас живут 60 собак, находится слишком близко к многоквартирному дому. И люди устали от лая, поэтому волонтёры хотят переехать на новое место как можно скорее. Его уже нашли, но оказалось оно немногим лучше. Как зоозащитники намерены выходить из, на первый взгляд, безвыходной ситуации, узнала Мария Черешнева. Это западного привезли, местные. Они дворняжки, они похожи все друг на друга. Брошенные, запуганные, покалеченные. 60 дворняжек ютятся под одной крышей, едят посменно, гуляют партиями по 5-6 собак. Добрые, но шумные. Они слишком надоели жителям соседних новостроек. Светлана проводит здесь круглые сутки, выхаживает больных животных и с топором отбивает нападение докхантеров. Весёлый Тобик, например, дважды был при смерти. Собак травят. Яд раскидывают и в округе, и забрасывают прямо через забор. Оставаться здесь у приюта возможности нет. Да и старый деревянный дом ветшает на глазах. Хотя хожу, объясняю, что ребята, подождите, мы съезжаем. Это последний островок, это последний дом, где собаки могут спрятаться. Они сидят без вольера, потому что болото, вода стоит, летом полностью вода стоит здесь, здесь всё тонет. Зимой заметают так, что выйти невозможно, полы провалились, крыша обвалилась. К решению проблемы неожиданно подключились чиновники мэрии. Нашли бесхозное здание на отшибе, большое, с отдельной территорией, но тоже крайне ветхое. Стёкла выбиты, забор покосился, по мрачным комнатам гуляют сквозняки. Раньше здание принадлежало Министерству обороны, потом про него забыли, здесь ночевали бродяги. И сейчас здесь царит настоящая разруха, всё в мусоре, нет ни света, ни тепла, ни воды. И даже страшно представить, сколько сил и средств нужно, чтобы привести всё в порядок. Пол совсем прогнил, окна настиж, по стене ползут корни дерева. Но защитники животных рады и такому дому. Первым делом хотят заменить двери и окна, чтобы согреть промёрзшие комнаты. Утеплить помещение зоозащитники надеются до Нового года. Но для этого нужны сотни тысяч рублей и десятки рабочих рук. Помощь нам нужна всесторонняя, нам нужно очень много. Нам нужны доски, нам нужен профлист или что-то для забора. Нам нужно нарастить внизу, внутри батареи, поставить печь. Очень много всего. Нужно окна вставить, вставить двери. Мы обратились к спонсорам. Возможно, нам помогут. Даже если не помогут меценаты, волонтёры будут делать ремонт своими силами. Эту постройку они называют не просто новым помещением для собак и кошек. Зоозащитники говорят, это первый этап создания Большого кинологического центра. Мечты, которая, надеются, не станет утопией. Мария Черешнева, Алексей Андробаев. Новости Новосибирск.